Всем привет! С вами Стрелковый Клуб Практика и я Виталий Печенко. Сегодня мы рассмотрим наиболее частые вопросы, которые задают новички, которые только купили себе оружие. И первый вопрос. Кто может посещать открытые тренировки Стрелкового Клуба Практика? Посещать тренировки могут все легальные владельцы оружия со своим ружьем и патронами. Обязательным атрибутом каждого Стрелка являются Стрелковые очки и наушники, либо беруши. Очки нужно надеть сразу, как только вы приехали на стрельбище. Хоть у вас и два глаза, но они оба вам нужны. Не спешим. Внимание. Внимание. Самое главное, что должен знать Стрелок, это правило безопасного обращения с оружием. Правило первое. Мы всегда обращаемся с оружием, как с заряженным. Даже когда мы достаем оружие из чехла, мы никогда не проводим через окружающих, а мы делаем это безопасно. То есть, мы всегда контролируем направление ствола и держим его в безопасном направлении. Из этого следует второе правило. Я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять. Это значит, что при любых манипуляциях с оружием, мы всегда контролируем направление ствола. Мы никогда не допустим того, что мы проведем оружием через наши части тела, будет рука или нога, а также мы никогда не проведем оружием через других людей. Третье правило безопасного обращения с оружием. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка до тех пор, пока оружие не будет направлено на цель. Это значит, что при любых манипуляциях, будь то дозарядка оружия, устранение проблем с оружием, перемещение, мы никогда не оставляем палец на спусковом крючке. Палец на спусковой крючок кладется только в момент, когда мы готовы стрелять и оружие выведено на мишень. И четвертое правило безопасного обращения с оружием. Перед тем, как выстрелить, я буду уверен в своей цели и в том, что за ней. Если это охота, то мы никогда не стреляем на звук. Мы должны убедиться, что в кустах именно кабан, а не наш коллега-охотник. Если это самооборона, мы должны убедиться, что за нападающим нету других посторонних лиц. Если это стрельба на стрельбище, то мы должны убедиться в том, что все люди, которые восстанавливали мишени, заклеивали или меняли их, вернулись. А теперь я расскажу вам, какие правила безопасности действуют у нас на стрельбище. Оружие всегда переносится в разряженном виде с открытым патроником. Рекомендуется использование флажков безопасности. На некоторых соревнованиях использование флажков безопасности является обязательным. Оружие переносится всегда стволом вверх. Даже если вы выполняете какие-либо манипуляции, например, вам нужно наклониться, поднять патрон, бумажку, то, наклоняясь, вы делаете не так, как любят делать новички, пугая окружающих, а вот так. То есть оружие всегда контролируется. Направление ствола всегда контролируется. Когда мы достаем из чехла, кладем в чехол, всегда мы делаем это безопасно. Оружие заряжается только, когда мы выходим выполнять упражнения, и только по команде инструктора. Все остальное время оружие разряжено. Если вам необходимо произвести какие-либо манипуляции с оружием, например, отремонтировать или почистить его, для этого существует специальная зона. Safety error или зона безопасности. В этой зоне вы можете выполнять все эти действия, но есть одно важное условие. В эту зону запрещается заносить боеприпасы. В этой зоне вы можете находиться только без патронов. На тренировках по практической стрельбе в основном используются патроны с дробью. Также используются пулевые патроны и картечные, но в значительно меньших количествах. В анонсах тренировок мы указываем, что дробь должна быть не больше тройки. Но есть важный нюанс. Чем выше номер дроби, тем она меньше. Поэтому вы можете приносить тройку, четверку, пятерку, шестерку, но не крупную дробь, которая двойка, единичка и меньше. И еще один немаловажный вопрос. Патроны с какой навеской покупать? Очень часто новички приходят либо со слишком слабыми патронами, это 24 грамма навеска, либо с излишне мощными патронами, это 36 грамм. Для практической стрельбы достаточно патронов с навеской 28, 30 или 32 грамма. Что такое навеска? Допустим, у нас есть дробовой патрон с навеской 32 грамма. Это означает, что масса дроби в патроне примерно 32 грамма, с небольшими погрешностями. Пули также отличаются по весу. Бывают пули тяжелее, Бывают пули легче. Ну и для тех, кто дослушал до конца, небольшой бонус по оружейной терминологии. Это спусковой крючок. Это курок. Спусковым крючком вы спускаете курок. Говорите правильно. До встречи на тренировках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова